привет добро пожаловать в новый влог я сейчас собралась быстренько съездить получить все свои посылки у меня там вроде как три сумочки а нет 2 одну я уже получила и распаковалась сегодня утром я вам покажу чуть попозже и и сегодня уже надену но еще нужно съездить купить кошачью еду которая у нас особенная она продает только в одном месте очень такие быстренькие дела мне нужно сделать довольно быстро потому что скоро нужно уже выезжать я сегодня вечером встречаюсь подружка начинаю влог вечером потому что весь день я монтировала видео так сказать работала я все забрала но я не успеваю сейчас даже распаковать для себя посмотреть завтра мы с вами вместе распакуем а теперь я собираюсь на встречу как раз про которой говорила вот так вот я буду выглядеть и я покажу сейчас одну сумочку которую я который пришла ко мне уже с утра которую я очень ждала боже какая же она хорошенькая посмотрите на это алая красная написано лак но она не 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 сказал что она лаковая просто кожаная я я не могу я просто ну это вообще ну что это куколка такая столько эмоций во мне вызывает казалось бы какая-то сумочка столько эмоций конечно в нее мало что влезает в нее влезет буквально iphone ключи от дома может быть бальзам для губ даже она вот такая вот малышка боже как она мне нравится я беру с собой пиджак на всякий случай то что возможно будем сидеть на улице и возможно похолодает какая довольна я не могу я бы мне сейчас довезет до метро и и дальше я уже на метро сама я уже собираюсь на вторую встречу сегодня у нас ланч с девочками я пока собираюсь хотела поговорить про такую тему как ревность мне просто попалась тоже разная информация об этом я недавно об этом думала думаю надо с вами обсудить насколько это поглощающее чувство которое прям сжирает тебя но нам всем знакомо и в любом случае оно в каждом человеке в какой-то мере там проявляется в некоторых ситуациях вот у кого-то там мужья ревнивые которые это просто я считаю террор когда ревнивые мужья на самом деле я бы наверное не смогла жить с ревнивым мужем то есть либо он это должен был скрывать эти тихо ревновать но вот это вот например какие-то расспрашивания где что а кто это а на кого это ты подписалась а кто это там на тебя подписался вот это для меня прям какое-то сжимание границ и это ужасно мне повезло у меня муж не ревнивый мне кажется что он настолько уверен в себе что он прям все под контролем у него вдруг там какая-нибудь тема поднимается что а вот настя найдет себе кого-нибудь там получше от него была такая фраза он сказал ну если она найдет кого-то лучше чем я то я только поздравлю понимаете насколько это тяжело сделать потому что он прям недостижимая какая-то честно сказать я про себя думаю точно так же если он кого-то найдет лучше меня для себя да не то чтобы я прям самая лучшая в мире а именно для него я его тоже поздравлю я про себя тоже не могу сказать что я ревнивая хотя такое было наверное проявляется больше это в начале самых отношений потому что ты еще не понимаешь на какой ну вообще где ваши отношения что не человек с тобой не с тобой и тогда наверно может проявлять но это я даже не скажу что у меня это была ревность я скорее наблюдала то есть вот такие вот ревностные скандала с кем ты был если не было каких-то причине ну было 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 у меня ревность была я сейчас так вспоминаю и могла даже там преревновать и уйти ухо уйти все чем дольше отношения наверное тем больше уверенности в отношениях и в этих да и ревности меньше плюс знаете с возрастом я стала как думать вот это вот ревность и огонь горячесть да которая играет 20 лет когда там возможно и можно закатить скандалы за ревности сейчас я думаю ну а что я могу с этим сделать например человеку понравился кто-то еще да он засмотрелся на девушку например возьмем даже легкая я не говорю там про какие-то действительные ситуации когда не то что ревность а какие-то неприемлемые вещи в отношениях в которых это неприемлемо ну вот например идете вы а он там девушка проходит мимо и он оборачивается я бы не ревновала в этой ситуации но я бы мне было бы ужасно неприятно потому что такое неуважение я понимаю что другая девушка тоже может понравиться она быть очень красиво на нее хочется посмотреть но вот это вот когда я еще и дурят что он оборачивается это уже показания неуважения а здесь уже кому она на того стоит вот настолько не уважать своего партнера с которым ты идешь другой же это да момент не то чтобы но если вдруг я думаю что вот ему понравилась девушка как вот искренне понравилось где-то там они работают вместе учатся неважно друг его это подруга встретились а что с этим делать какой смысл ревновать что с этим можно сделать я бы просто отпустила если человек встретил кого-то кого он любился больше ну значит не судьба нам вместе быть да то есть возможно я с кем-то буду счастливее кто-то для меня более подходящий где-то ждет и для него тоже пусть он тоже будет счастлив но по молодости я могла знаете тарелки бить стаканы прям ревность кипела это вот и так как я могу сравнить ревнивая я тоже была и не ревнивая сейчас хотя каких-то моментах может пойти могу поинтересоваться но а что изменилось изменилось самоощущение отношение к себе вот эта вот уверенность что я лучшая версия себя и вот я если не нравится если кто-то нравится больше ну что я с этим могу сделать значит нам не судьба как-то вот это вот такой фатализм что ли и принятие того что мы не можем обладать человеком мы встречаемся как два разных человека мы не становимся единым целом мы остаемся двумя людьми которые живут вместе и делят друг с другом свою собственную жизнь но вот это вот найти вторую половинку и слиться в одно для меня такая такой подход очень далек я не половинка я целая и сливаться я тоже не хочу я хочу оставаться с собой ну и тот мой партнер он тоже должен быть целом они половинкой вот и и вот это вот отношение что мы не это мой мой человек это мой и никто там на него не смотрит что это мое мне у меня это пропало и вместе с этими ушла ревность это не мой человек этот человек со мной да мы выбрали мы решили что мы вместе но и решение может поменяться этот человек и чувства могут поменяться у него тоже есть свои чувства как ни странно и вот принятие того что этот человек тоже живой со своими чувствами и интересами оно помогает не ревновать возможно это не единственная причина вот я просто рассуждаю сейчас как у меня это происходило причины для ревности конечно все разные но в основном это все-таки чувство собственничества согласитесь если вот так вот в этом покопаться в своих ощущениях я помню смотрела кино мулен руш там этот какой-то там барон я не знаю влиятельный который хотел эту девушку красивую и он сказал горит я не ревную я просто не люблю когда трогают мои вещи что-то в этом есть я вообще не люблю удерживать кого-то как удержать мужчину вот но не хочет не надо найдется тот кто хочет я так тоже не хочу тогда так не надо я знаете даже не хочу подарки которые если ярма не хочет что-то нибудь мне дарить были такие ситуации а я что-то хочу от горит планете вы куплю игры не а так я не хочу так мне не надо такой подарок не надо что-то прям хотел мне его подарить вот и также мне наверно нарциссическая какая-то сторона моя хочет чтобы не просто был человек рядом чтобы он прям вот хотел с тобой быть рядом только тогда это имеет смысл иначе хотя ярма за эти он вообще не стесняшкой мы когда в в питере тусили с моими подружками он мог какие-нибудь шуточки там отпускать комплименты и если бы парень моей подруги сказал такое мне она бы я у меня просто была одна очень ревнивая подруга тогда она бы ну вообще все вспылила ушла даже была такая ситуация что ее парень посмотрел у меня было декольте и я накрывала на стол и я даже не замечала от него никаких знаков внимания он видимо просто как-то взглядом так прошелся потому что она большое было декольте она психанула ушла то есть такая вот реакция реакция сразу ревности а когда мой парень тогда он еще не был муж говорил ей какие-нибудь комплименты ну чем такое такое знаете меня это совсем не трогало но потому что наверное я и ему как-то доверяла что он не будет с моей подругой хотя такое естественно бывает я просто доверяла своему выбору людей и доверяла что она не на самом деле тоже никуда это дальше не пойдет потому что не похоже она была на человека который бы так поступил с друзьями я могла конечно ошибаться потому что подруги и мужчины бывают разные но это я обычно верю людям я обычно верю в хорошие у людей изначально когда я встречаюсь с кем-то я верю что они хорошие а потом уже они могут показывать какие-то нехорошие стороны да я уже больше открываю но изначально вот я вижу человека я думаю он хороший такая у меня теория все мы были рождены хорошими плохого в нас всего два процента и плохими нас делала окружающая среда после того как я рассказала вам какая я просветленная больше я не ревную потому что я раз этой личности мне снится сон сегодня просыпаюсь 6 утра после того как увидела во сне что у меня муж влюбился в какую-то девушку рыжую мне об этом рассказали я такая просыпаюсь не поняла в какую еще рыжую девушку смотрю на часы 6 утра смотрю на мужа думаю дать пашки или не дать я прям знаете вот так вот нависла над ним и смотрю как дала бы прям но не стала не стала в этом и есть мое развитие раньше бы я даже не думал я бы прям сразу сразу влепила а тут сдержалась но потом уже когда он проснулся когда мы разговаривали нему сказала ну что ну что я я все знаю мне рассказали кто-то рыжая девушка он смеется такой игры что смешного а что смешного что за рыжая девушка горит не внасти до дзена мне еще конечно далеко до просветления что ревность проходит мимо меня потому что сны мне продолжают снится периодически и я честно говоря сама удивилась что мне такой сон приснился вот прям сразу как я с вами поговорила что я такая я развитая личность я выросла мне вселенная сразу по носу такая выросла то же самое мне уже скоро надо выходить на ланч а у меня еще две не распакованные коробки давайте распакуем две новые сумочки начнем с того начнем с того что я переложу свои вещи из моей маленькой малышки я кстати просто я в нее так влюблена я не ожидала она потрясающая в нее нормально всего влезает и с ней прям одно удовольствие вот ее держать ее и так можно держать и так и через плечо и на плечо мне так и рада хотя взяла я думала что может быть когда ее написала в виш-листе я думала ну может быть просто посмотрю и обратно отправлю интересно выглядит но никуда и не отправлю мне вот так нравится что и прям уже в нескольких цветах даже хочу но нам нет одного цвета достаточно сегодня я пойду с этой сумочкой распаковываем вот это вот вы уже видели вот я ее заказала в большом формате и до большом формате и и конечно сделать покороче длинная кармашек специально для ipad есть такой отдельно видите и у него еще такое вот крепление здесь на магнитике чтобы ipad оттуда не выпадал шведский бренд так что поддерживаю местного производителя у меня вторая сумочка от шведского бренда и последняя сумочка сейчас мне скажут что я компенсирую что-то свое несчастье сумочками за эти главное чтобы работала вот такая сумочка на самом деле думал он будет белее я хотел прям белую ее на самом деле я думаю что мы отправим обратно потому что я думал она будет более белая такая вот типа бежевенькая у меня уже есть я ее могу носить у меня нет белой сумочки которая бы вмещала в себя что-то и это не белое иногда я прям одеваю какие-то конкретно белые вещи и она ну хотя ну хотя она белее нет вот если вот мы здесь сравниваем да аккуратная такая симпатичная ее можно просто укоротить и носить через плечо аля селин бокс я еще подумаю о ней потому что я хотела прям ярко белую я еще подумаю здесь вообще такое хипстерское место нам даже выбрала но ночь популярная так уютненько тут много-много разных ресторанчик видите так находится вот наш солнечный а Продолжение следует... Продолжение следует... Золотых украшений я предпочитаю серебристые, а тут прям вот так вот явно такие золотые эти линии. И она такая классическая, и вообще у меня уже столько сумочек, что-то, думаю, верну. А потом я её упаковываю, и тут выясняется. Ярма напечатал вроде как мои инициалы, что не совсем мои. Это не L.I. как будто AI, как будто искусственный интеллект. Но дело в том, что если ты напечатала инициалы, то сумочку уже вернуть нельзя. Поэтому сумочка остаётся с нами. Нет, ну она хорошенькая, конечно. Я ничего не могу сказать. Она классного качества. Всё просто. Я думала, что мне не нужна. У меня такой приход сумочек просто оказался, что мне столько не переносить. Ну, придётся носить, что сказать. Надо так надо, как бы. Что я могу с этим сделать? Я сегодня так хорошо, как будто бы выспалась. Столько часов проспала. Прямо заснула рано. А теперь всё равно хочется спать. Я вроде бы встала. Всё, я выспалась. Время 10 часов почти. Я так думаю, блин, вот ещё бы поспать. Хотя мне не надо. Потихоньку восстанавливаю свой режим. Когда я вам в прошлом видео говорила про это, я не к тому, что мне нужно что-то срочно с этим делать. Я скорее прислушиваюсь к себе, почему так происходит, как я вообще себя чувствую. Даю себе такую возможность вот так вот похандрить тоже. Например, в плане сна плохого. Его, конечно, лучше восстанавливать быстро, но я себя из-за этого стрессовать не собираюсь. Потому что мне кажется, на самом деле, если вот это вот придавать этому стресс, всё, я ложусь в 10 часов в постель, закрою глаза, я сплю, я сплю, я сплю. Это как будто больше стресса, от этого ещё хуже может начаться бессонница. Ещё мне, кстати, очень много писали в прошлом видео, что вот, если сон плохой или волосы выпадают, то нужно проверить щитовидку. Кстати, волосы у меня уже не выпадают, они у меня выпали. И, ну, сейчас выпадают как обычно, то есть сколько там волос теряется за день, сколько в норме. Но по поводу щитовидки, гормона ТТГ, да, обязательно нужно проверять каждые 3 года. Правильно вы сказали. Надо пойти сделать, в любом случае обновить, посмотреть, как у меня там дела, со всеми остальными микроэлементами. Как железо за это время изменилось. А ТТГ следует дать всем, даже если волосы не выпадают. Ну, если нравится смотреть за своим здоровьем, кому нравится наблюдать. Я вообще раньше такой была человек, что если меня ничего не беспокоит, я никуда не пойду. Никакому врачу я не буду делать никакие анализы. И я сейчас особенно не стала бы об этом заморачиваться, исследовать полностью, что у меня там есть. Ну, когда сильно исследуешь, обязательно что-нибудь найдётся. Слушайте, я ещё получила в прошлом видео такой вопрос, прям как будто бы прочитали мои мысли. Настя, а когда ты вообще собираешься красить шкаф прихожей? Вот эту вот гардеробную. Потому что я сама монтировала это видео, смотрю на него, думаю, ну, сколько времени, может, тут живём, да, полгода где-то? Ну, чуть поменьше. Пора бы ей покрасить уже. И эту комнату тоже я, когда монтирую, особенно это замечаю. Потому что в жизни это не так сильно заметно и не так бросается в глаза. А когда я монтирую, я замечаю эту зелёную стену, которая вот та. И бежевую, я хочу, чтобы она была белая. Но я начну с той маленькой комнаты, там на ней потренируюсь, потом сюда перейду. И я думаю, что, может быть, я как раз тогда сейчас, сегодня, поеду и куплю краску, валики, скотч, да, там эту ленту защитную. Сейчас такая погода приятная, знаете, где-то 20 градусов. Это моя, моя любимая температура. Это тот момент, когда ты можешь пойти в футболке, либо в майке, что-то сверху накинув. Либо вообще пойти в пиджаке в каком-то, что-то более тёплом. То есть прям вот буквально любую одежду можно надеть. И тёплую, и жаркую. Я так сама думаю, скорее бы в Россию, а на самом деле даже не знаю, получится ли у меня в этом году туда съездить. Потому что вот с этой учёбы, которую я сейчас начала, вчерашний день я потратила весь, смотря вебинар, 8,5 часов. И было всего лишь два перерыва на 20 минут за это время. И, конечно, когда ты смотришь на протяжении такого долгого времени поток информации, в какой-то момент мозг просто начинает куда-то в другое место уходить. Ну, например, за какое-то слово даже, которое лектор сказал, он цепляется, и куда-то в ту сторону начинает двигаться, и уже не слушает. Поэтому, конечно, всё время, когда вебинары какие-то такие, любые, мне кажется, обязательно они должны быть в записи, чтобы их потом переслушать. Потому что твой мозг всё равно уходит куда-то. Что-то зацепился, что-то там дальше своё подумал, и уже пропустил, что сказал лектор. У меня вчера такого было очень много под конец. Я просто думала, у меня уже растёкся там весь. Но это хорошая профилактика Альцгеймера что-то учить. А, как мы знаем, Альцгеймер не такая уж и непопулярная болезнь у нас сейчас, к сожалению. Ей, конечно, много что способствует. И стиль жизни, и питание даже. А физическая активность, она не только, которая поднимает пульс такая физическая, а и мозговая тоже. Там тоже можно разное упражнение поделать. Поеду в Икею сейчас, посмотрю, там, во-первых, мне нужно для этой прихожей светильник другой. В общем, ещё кое-какие штучки. Ну и заеду в строительный и куплю краску. КОНЕЦ КОНЕЦ Обратного пути нет. Скоро я всё покрашу. Стена с картинами готова. Знаете, я сделала лучшее, что я могла, чтобы разместить настолько разноформатные картины. В общем-то, мне даже нравится. Я сейчас смотрю, думаю, мне даже ничего не раздражает. Как-то гармонично они все по-своему выровнены. Пока ставлю так. А мне надо собрать яблоки. Ну, только не с дерева, а с асфальта. Посмотрите, сколько их много нападало. И на самом деле, хорошо бы эти ветки обрезать. Смотрите, как они низко висят. А тут ярмо паркуются. А тут ярмо паркуются. Я тут ярмотно. Музыка 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 Так, расчистила немножко? Ну, как бы из машины теперь хотя бы можно будет выйти, не прячась за ветками. Мне, конечно, не очень нравится, как низко растет эта яблоня, прям вот сильно нависает. Мне бы хотелось, чтобы она была более аккуратненькая, такая вот ухоженная, а не вот это вот дикое яблоко. Но я не знаю, честно говоря, как обрезать и когда обрезать, поэтому, девочки, я знаю, что вы знаете, все. И про яблоня, и про вообще любые цветы. Напишите, пожалуйста. Когда мне обрезать яблоню? Сейчас жалко, конечно, потому что я сейчас смотрела на ветку, думаю, обрежу ее. На ней столько яблок висит, ну прям жалко, не могу, рука не поднялась. Может быть, по осени или наоборот по весне обрезать, подровнять все это. Может быть, наверное, осенью, да, когда вот ты уже видишь форму этой яблони, где что брать надо. Потому что весной она такая маленькая, и непонятно было, что вот это вот все произойдет, на голову будет падать. Кстати, я повесила такую шторку, ну как повесила, просто на гвоздике закрепила, самую дешевую из Икеи. Просто, чтобы не залетали мухи, чтобы я могла держать окно открытым, они меня просто замучили. Они меня терроризировали постоянно, эти мухи. Они просто залетали сюда и вылетали через то окно. Мне постоянно надо было открывать, потому что они бьются в окно, жужжат. Это невозможно сконцентрироваться просто ни на чем. Это так бесит. Бесят. Я даже не знаю, что может бесить больше, чем звук бьющийся в окно мухи. А вообще, я хотела сегодня показать вам рецепт. Вы все откликнулись на то, что да, рецепт хотелось бы посмотреть. У меня для вас кое-что есть. Сейчас будем готовить. Покажу ингредиенты и дальше способ приготовления. Мои ингредиенты, конечно же, я все пропишу в описании. Грибы. Любые. На самом деле у нас лисички сейчас сезон. Можно пойти самой пособирать. Картофель, батат. Здесь у меня специи, такие как розмарин, орегано, тмин. Возьму еще вот этот такой тонкий лук. Он всему прям придает хороший вкус. Бальзамический уксус. Растительное масло. Соль, перец, помидорки черри. Болгарский перец, красный лук, чеснок. И куриные бедрышки. Начну, конечно же, с того, что разогрею духовку до 230 градусов. Начала чистить картошку. Вспомнила, что я больше не чищу картошку, потому что она полезнее в кожуре. Но вот батат почищу. Режу батат и картофель на дольки примерно одинакового размера. Знаете, я часто готовлю, мы едим только домашнюю еду, но я сделала однажды такую ошибку, когда я порезала все это разными размерами. И в итоге у меня получилось что-то, какая-то картошка прям переваренная, какая-то идеально сваренная, какая-то просто жесткая и недоваренная. Теперь замешиваю соус маслом с бальзамическим уксусом, с чесноком и с травами для того, чтобы, в общем-то, с этим смешать все овощи и все мясо. Если вам нравится более насыщенный вкус, приправ, чтобы было более соленое, более яркое что-то, я бы порекомендовала добавить больше соли, больше приправ. И вообще вот этой вот микстуры сделать, может быть, раз в два больше, чтобы и оставить овощи, и курицу попропитываться какое-то время. Потому что тогда получится более насыщенный вкус, если вы любитель. Если вам нравится почище, как-то поспокойнее, то вот это вот вполне. Беру куриные ножки именно с кожей. Я бы, конечно, не то что рекомендовала есть кожу, даже если у нее безумно аппетитная корочка, это самое вредное, что мне может быть. Но под кожей остается вот это вот нежное мясо, когда можно снять кожуру и мясо курицы нежное съесть. Заливаю картофель и батат маслом и уксусом. Использую только половину всей смеси, потому что вторая половина пойдет на другие овощи. И все это смешиваю. Кстати, я могу только смешивать в перчатках. Я не могу просто голыми руками трогать еду, так вот смешивать. Мне кажется, что все это под ногти залезает. Поэтому у меня для этого специальные перчатки на кухне. Приправляю все это солью и черным перцем дополнительно. И отправляю в духовку, разогретую до 230 градусов на 15 минут. Поставлю себе таймер, чтобы не пропустить. Ну, в общем, можно через 10 минут уже проверить, чтобы там сильно не запеклось. В зависимости от духовки. Пока курица с картошкой готовится, я режу остальные овощи. Как перец. Кстати, любого цвета можно брать. Зеленый не мой любимый. Мне больше всего нравится желтый. И режу на такие довольно крупные кусочки. Помидорку черри пополам. Почему черри, а не обычные? Потому что мне кажется, что помидоры черри слаще, чем вот крупные помидорки. Кроме, конечно, вот этих вот узбекских. Просто как же я по ним скучаю. Также красный лук. Тоже довольно крупными ломтиками нарезаю. Можно даже еще крупнее, чем у меня. И лисички. Лисички просто вот в рандомном порядке. Чисто измельчаю, чуть помельче делаю. Можно даже их вообще не измельчать, а целыми положить. Как знаете, лисички можно и сырыми есть. И все это заливаю остатками приправы, смеси. Смешиваю. Опять же, в перчатках. И тут я понимаю, что я забыла свой, как называется, чай. Вот этот вот длинный лук. Я все время забываю название по-русски. Нашинковала его и посыпала им свои овощи. Посмотрите, уже как красиво. Вопрос с сумками среднего размера. А тем временем уже подошел таймер. 15 минут прошло. И моя курица и картошка уже почти готовы. Они, конечно, отправятся на еще 15 минут уже вместе с овощами обратно в духовку. Перемешиваю все немножечко так слегка, чтобы перемешались вкусы и ароматы. И выкладываю курицу сверху. Ее перевернула, чтобы она с другой стороны немножко запеклась. И обратно отправляю в духовку еще на 15 минут. Еще 15 минут. И ужин готов. Пахнет. Знаете, вот эти все специи, травы, они придают самой простой еде, которая могла быть совершенно пресной. Какие-то овощи, какая-то курица, белое мясо. А все приправы, которые вы можете использовать, вот этот вот весь мой запас, который я реально использую, мне говорили, зачем столько приправ-то вообще. А вот за тем, чтобы было вкусно. Это совершенно меняет игру. Я, знаете, смотрю на себя видоизгатель. И я сегодня как дымовенок, такая растрепанная. Надо было просто заколоть волосы. К вам выходить в приличном виде, а то я столько получаю. А я просто, понимаете, включила камеру и решила с вами приготовить. Ну, простите. У нас на улице начался дождь, и Декстер просто сидит под дождем. Я его уже один раз забрала, а он обратно. Декстер, ты что под дождем сидишь? Иди домой. Иди ко мне, мой хороший. Декстер. 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 Скорей, скорей, скорей. Еще, кстати, что хотела сказать по поводу кошачьей еды. Я купила. У нас продается вот такая вот финская еда. Фирма Маш. Это еда для кошек. Там содержится чисто мясо. Больше ничего. Вот такие вот шарики замороженные. Я размороживаю один на вечер. И мешаю им с тюной. С тунцом, точнее. С моим кошком. Потому что так вот, когда им даешь сырое мясо, они не хотят это есть. Они не понимают, что это такое. И я вот так вот мешаю с тунцом, чтобы они немножко привыкли ко вкусу. И вчера Декстер, правда, единственный. Декстер просто съел это мясо без тунца. Он начал его есть. Он понял, он вспомнил, что ему было вообще-то вкусно, что это еда. И ему это понравилось. Вообще говорят, что просто сырым мясом кормить кошек, это очень полезно сейчас. Ну, это, в принципе, такая натуральная для них еда. Им не нужны никакие зерновые. Потому что, если зерновые или сахар входят в состав еды, в состав их корма, то со временем развивается сахарный диабет. Хотя у меня очень хороший сухой корм. Там нет зерновых никаких. Там нет дополнительного сахара. Но все же вот я решила еще добавить в их рацион сырого мяса. С перетертыми костями даже. Все. Готово. Выглядит потрясающе. Что это за вкуснота? Сегодня мы будем ужинать этим. Ну, Ярма уже скоро едет домой. Мы будем ужинать. И потом я буду ложиться спать. Время без 15.04. Я так смотрю на часы, думаю, ложиться спать. Без 15.04. Еще не ложиться спать. Нет, мне на самом деле надо поработать и поучиться. Но я стала ложиться спать раньше. Я после того, как вам пожаловалась, что... Ну, как пожаловалась? Рассказала, что на самом деле сон плохой. Я реально... Я вчера впервые за долгое время я уснула где-то в 11.30. Я проснулась в 7.30. Я просто все это время даже не просыпалась ни на секундочку. Я все это спала. И это спать, это такой кайф. Это решает как минимум 50% проблем со всем. С настроением, здоровьем, другими проблемами. А не просто отпадает, потому что ты выспался. Что я вам тоже желаю хорошо выспаться. Высыпаться вообще регулярно хорошо. Кстати, я взяла ашваганду попробовать. Я пила как-то CBD масло. В конце того года мы с Ярмой вообще его пили, как чай. Просто закидывались этим для успокоения. Особенно Ярма. И на самом деле от него хороший эффект был такой. Не то чтобы он успокаивающий, он как бы стабилизирующий. Ровнее становится состояние. Посмотрим, как будет эта ашваганда. Я могла бы также взять CBD oil, чтобы оно так немножечко меня подрасслабило. Но я решила попробовать. Она на вкус такая сладенькая, кисленькая. Расскажу потом, какой эффект. Пока я себя... Я сегодня с утра съела. Я такая прям бодренькая. Не знаю. В сон от нее не клонит. Но посмотрим. Может быть, это как раз ее эффект такой. Хочу еще вам сказать. Пожалуйста, будьте активнее. Ставьте какие-нибудь комментарии с вопросами, на которые я буду отвечать. Ставьте лайки, если вам это видео понравилось. Потому что сейчас у YouTube не самые лучшие времена. А опять. Только ты всплываешь, уровень воды опять поднимается. Ты опять подожди всплыть. И уровень воды тебя снова топит. И не знаю. Выживание на YouTube это реально просто выживание. Поэтому поддержите меня. Вообще других своих любимых блогеров. Сейчас это реально очень надо для мотивации. Потому что все охваты падают. Все просмотры падают. И руки опускаются, думая, что... Может вообще уже ничего не делать. Если вы поставили лайк, я вас нежно целую. И увидимся с вами на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok